Наверное, правила дорожного движения не тот случай, когда можно учиться понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Тем не менее, заучивать правила всегда скучно. Совсем другое дело – игра. Правила нашего квеста. На каждую команду у нас будет дано по пять заданий. ПДД мы соблюдаем, смело в сказку попадаем. Под таким звучным названием прошло мероприятие, организованное детской районной библиотекой и управлением ГИБДД. Такое интегрированное мероприятие, которое проходило в рамках двух проектов, которые организовывает наша Центральная детская библиотека. Это проект о правилах дорожного движения и это проект «Живая энциклопедия» о экологии, о природе, о животных. Раньше подобные мероприятия проводились в библиотеке. Сегодня был первый опыт проведения в школьном классе. И этим опытом заинтересовались преподаватели из других школ. У нас в школе сегодня проходит семинар районный, и мы показываем, презентуем наши проекты. Это было совмещение двух проектов третьего Б-класса. Класс разделен на две команды. В ходе квеста ребятам предлагалось найти ответы на вопросы, разгадать кроссфорды, собрать пазлы. Организаторы постарались сделать прохождение всех этапов максимально сложным. Сегодня был каверзный один вопросик. С какого возраста может ребенок передвигаться на велосипеде по проезжей части, управляя велосипедом одной рукой. То есть каверзный вопрос, который нужно было подумать и решить. Ну вот ребята в принципе справились, но не с первой попытки. Все задания, как и положено в квесте, связаны друг с другом в самом конце. Требовалось найти в кабинете часть слова, а затем из этих частей собрать предложение. Соня! 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 Естественно, что проигравших в этом состязании нет. Во время игры поднимались довольно серьезные вопросы, касающиеся личной безопасности. Но в такой форме они воспринимаются легко. Мне понравилось, когда мы всей командой делали, выполняли задания разные. Почаще проводить было очень интересно и весело. Мы учили пешеходные правила, подарки интересные. Подарки действительно интересные, светоотражающие наклейки, сертификаты на право учиться только на отлично и веселые игрушки. В заключении урока фото на память. Подводя итоги урока, представители ГИБДД признались, что учащиеся 3-го Б знают дорожные правила на твердую четверку. Тоже неплохо, но все же есть к чему стремиться. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Продолжение следует...